Узбыв Макс нашу женочек, у вас были шестулы и 50-тут между нами, девчатами. А у нас в гостях же Тина Карель. Это ревность, друзья мои, не переживайте. Созвычайно ревность. Тина Карель, с вами сегодня с утра, в воскресенье утром проснулась, пришла к нам. Вот пришла, да. А все почему? Потому что тема разговора, деньги. По-другому же ее затянуть невозможно. Я не знаю, почему на такую тему разговора позвали конкретно меня. Может быть мне это особенно касается. Может просто ты фартовая, может? Ну, фарт присутствует, я не знаю, аниматория, не дай бог еще убежит от меня. Не, не, мы не говорим. Мы говорим строго по сценарию, Таня. На самом деле Тина скоро буду презентовать клип на новую песню «Шиншилла». Но с первым мы хотим ее запитать, я же, что... К сожалению, не сегодня, да. Так, я же, что ты провела Новый Лиг, как у тебя прошли Новоречные свята, расскажи. Ну, Новый год был насыщенным. Провела я его на Майдане независимости вместе с Юлией Владимировной. Мне нравится, не нравится. А кто это? Покинь, Покинь. Я надеюсь, это наш будущий президент. Мы не можем поговорить. Ну, мы уже не агитируем, это не агитация, это просто моя позиция, как сознательного гражданина нашей жизни. Так, хорошо. Алкоголь был, присутствовал у вас? Алкоголь? Новогоднюю ночь? Да. Я разбила бокал с шампанским, то бишь не допила. Молодец какой-то. Ага. А теперь, а теперь расскажи нам про свой клип. Чему клип и пися называются шиншилла? А, ну, потому что там есть такая строчка. Я пришила тебя к себе, и я так решила шиншилла. Не, так я догадаюсь, кто написал эту строчку у меня. Ты где-то там проходишь. Подождите, я решил поближе быть, как-нибудь, самой. Вот, и в клипе снимаются настоящие шиншилки. Пришлось снимать ночью, потому что ночью они наиболее активные. Так. В смысле действий просто, ну, так, в жизни. Вот здесь 25 просто. Вот этих движений. Вот. Я ничего не говорю, это предвыборная гитара, может быть. А скажи, кто убирал шиншилла? Куда вы потом делалися после клипа? Они попали, ну, как попали. Мы их забрали к себе домой, потому что все-таки нам пришлось приобрести. Как строгательно? На базаре. Как строгательно? Значит, птичеры называют. Да, на птичеры. Пришлось приобрести, потому что... А смешно, правда? На птичем рынке купили шиншилки. Да, да. Я тоже, знаешь, я только что сидела об этом думала. А слухнянам у этого рынка было печьозъемок? Ну, они немножко боялись людей. И вообще, как бы, для них сама обстановка, камера, свет. Я почему-то напомню, что шиншилла, что вы думаете, это такая здоровая, мягковая крыса. Ну, я же, это она такой зайчик сладенький. Ну, такой зайчик такой сладенький. Вот они сейчас дома со мной. Я взватываю тварину. Зовут Толик и Наташа. Толик и Наташа? А почему Толик и Наташа? Причем? Ну, они были похожи просто. На Толик и Наташа? Толик, кстати, подороже. Ага. И редкостные. Вин черный, мне не стоит. А? Черный. Он черный, да? Черный Толик снимался в клете Утины. Карр, друзья мои. Шиншилл. И шиншилла Наташа у нас была, такая, Наталья Петровна. Так что вы с ними сможете, с Натальей Петровной, с Анатолием Ивановичем сможете познакомиться, когда выйдет клип. Ты за ними ухаживаешь, кормишь их? Конечно. Что, серьезно? Да. Они кушают сено, кушают еще. Какая скучная жизнь. Только ночью и жрать сено. Кому это надо? Да то ли дело мы. А ты шиншилла куда будь, то еще ей. Я заметила. Что? Есть еще крим шиншиллыки, зверятков тогда? Ох, нет, пока нет. Еще чуть-чуть рано. Языка. А у нас еще вопрос, читаешь ли ты себя богатой женщиной? Я хотела эти десертные запитания залишить на Потя, на другую студию, когда мы сможем дизнаться, сколько стены Кароль зарубляет, при наймеме мы в ней будем в Умбане. Я ничего не скажу. Но твой внешний вид говорит нам многому. Интрига, интрига. Он выдает. Он выдает? Нет. Просто я ухоженная девушка. Девушки все должны быть ухоженные. Это не все, что? Ну не все, получается, ухаживают за собой на стопках. Ох, Боже. Пока Макс выясняет отношения с тенокари, посмотрим на сюжет про гроши. Сколько простым людям нужно для того, чтобы чувствовать себя богатыми. Ой, Танюшка брала власноручную интервью. Брала власноручную интервью у этих перехожих. Девица, ты замоклина. У перехожих брала власноручную. На, бить зараз. Там-там-тарурам. Хочула я сама Тина Карель, что у меня хорошая такая ведущая, сразу согласилась с первым, третьим оператором. Срыгнула сразу. Вот, бачишь, мы могли подружиться с Тина Карель, а ты тут сів между нами. А мы подружились, между прочим, с ней, ничего, все нормально. А я хочу за тебя поспілкуватися на финанский тем. Оскільки Тина сказала, что она не расскажет, сколько заробляет грошей, то мне цикаво... Ну, покажет! Сколько ты носишь? Сколько ты носишь у своему гаманцю грошей? Крень кредитной карты в тебе въезжать, я думаю... Ага, а кэшам скільки мать сложные? Триста гривен. Ну, пятьсот гривен всегда из кармана. Ну, триста, пятьсот гривен. Молодец. Потому что, конечно, ей все на шару бьют. О, Бутина Карель, вот там бесплатный хот-дог. О, Бутина Карель, вот там бесплатный кофе. Ну, как же, отчет, как продавцу делать. Серьезно? Ну, конечно, за каждую сосиску ходит. А он пишет, отдал Тине Карель. Нет, была голодная. А хозяин смотрит, блин, какой честный. Я не знаю правду, не сожрал, а отдал Тине Карель. А, до речи, цікаво, популярность вона допомагает сэкономить? Ну, а чему? Экономия же все приемная в ресторанах. Да, немножко скидочки дают в ресторанах. Ну, чуть-чуть можно сэкономить. Но, в то же время... Это нехитрый способ. В то же время, надо пофотографироваться, дать автограф. Отработать, короче. Отработать, в общем, этот процент. Но мне не сложно. Наоборот, мне приятно, что... Пизнаете? Да, за тот вложенный тяжелый труд, все-таки есть какая-то отдача. Позитивная. Запитание можете ставить наши гости. Телефончик живи дома. 25-44-88. Можете ближе встать и находиться из нашей гости. Вы будете задавать вопрос, а я буду держать Тину Карель за руку. Потому что я фартова. Просто ты красивая женщина. Этого достаточно. А если еще фарт придет, то мне слава богу. Ты хочешь забрать, у меня немножко радость. Я хочу потрогать красивую женщину, потому что в кругом танец. Я не скуплюсь за твоей коленой. Буду тримать максимум час. Ты ушла уже с операторов. Алло. Алло. Вас от Тины передастся через тебя меня. Привет. Здорово. Это я Василь. Вас все не смотрят. Это Василь из Гермакевки. Правильно. А что же ты перепонуешь? Очень крутой. Даже крутой за Олександрой. Я понимаю, что у нас три всего телезрителей. У вас фанаты. Три. Три фанаты. Так. Василь. Василь. У меня есть вопрос. Все вопрос на Тины Каев. Давай. Все в Тернополе. Что? Что? Ты что? Когда ты будешь в Тернополе, Тина. Слушай, я буду в Тернополе, напевно, десь в лютому. Не лютому, а листопаде. Точно, в листопаде. Потому что будет концерт в рамках туру, до которого я зараз дуже готуюсь. И обязательно приходь. Можливо, я передам якийсь подарок от этих хлопців. А, смотри, а там сейчас не будешь потапать нас в Каменске? Что ты говоришь? Сейчас он там еще не будет потапать нас в Каменске. Я не знаю. Хороший вопрос, Тинни Кароль. Якщо он не поместится в мой багаж, то можливо. Такой кароль, так смешной. Василь. О, сегодняшняя тема. О, Боже. Так. Я хотела бы сказать, но я думаю, что так здесь миллиард долларов мне... Высочило бы, да? Миллиард. Миллиард или миллион? Вася, мы тебя потеряли, Вася, Энджинин. Я как-то не поняла, миллиард или миллион? Миллиард. Тернополь. Все может быть. Миллиард. На маленькую, чтобы не погоджиться. Гривневый, миллиард. А скажите, на что ты на вечно вытрачаешь гроши? Гривневый. Тина. Гривневый. Ну что, потом побалуешься. Но я серьезно передачу. На сколько ты больше вытрачаешь всего грошей? На лишку? На серьезно передачу на лишку. Да, конечно. Заметьте, я один из многих, кто может провести утренний... Воскресенье утро. Заметьте, я не знаю, что ты больше вытрачаешь грошей. Интересно. На броня, чем, возможно, на витаминчике. Ты знаешь, много на косметику. И все. Это все, что вот... Это все единственный, вернее, прилавок, от которого меня очень тяжело просто отрешать. Единственный. Задовольняю. Ведь, Факс, особенно за питание.